Здравия вам всем желаю! И вновь программа обзор позавчерашней прессы открывает для вас интереснейшие странички российской прессы. Россия 1901 года. В скором времени и вероятно даже нынешней зимой в Париже состоится международный конгресс для борьбы с проституцией. Матин сообщает, что французское правительство обратилось к другим державам с предложением прислать своих представителей на конгресс, целью которого будет изучение и приискание действенных мер в борьбе с проституцией. Русское слово 1911 года из Флоренции телеграфируют. Полиции найдена украденная картина Фрабиат Анжелика, Мадонна де ля Стелла, уже запакованная для отправки. Подробности раскрытия кражи держатся в секрете, так как имея в руках нити, полиция желает добиться ареста не только воров, но и крупных фигур, заказавших кражу. Это, по-видимому, дело интернациональной воровской организации. Печать Флоренции полна похвал полиции, проявившей огромную энергию. Место, где была захвачена картина, было блокировано на тысячу метров в окружности. Вечерняя Москва 1931 года. Сколько получает дворник, управдон, ввозчик мусора за свою работу? Кому следует больше платить? Швейцару или уборщице по лестнице? Комиссия, назначенная наркомхозом, прорабатывает специальный справочник по квалификации и тарификации работников коммунального хозяйства. Я знавал одного бармена, которому вообще не платили. Мол, сам заработает на клиентах. Фирменные дощечки для машин, каучуковые штемпеля, электрохимическая граверная, рельеф. Перепродавцам выгодная скидка. Неделя 1979 года из Вильнюса. Искусству элоквенции, красноречия, умению говорить и держаться перед большой аудиторией, правильной постановке голоса и другим тонкостям ораторского искусства учатся слушатели курсов ораторского мастерства, организованных при Вильнюсском доме учителя. Особенно популярны эти курсы среди преподавателей вузов. Для самостоятельной тренировки устроены специальные кабины, оснащенные звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, записями выступлений известных ораторов и мастеров художественного слова, кинолентами, знакомящими с их манерой держаться на трибуне и на сцене. Ветеран 1989 года. Переписка с читателями. Последние два года внутренние войска МВД СССР тем и заняты, что обеспечивает порядок в горячих точках страны. А где? Отвечает начальник внутренних войск генерал-полковник Юрий Шаталин. К сожалению, подобных точек в стране немало. В Армении находятся 1800 наших военнослужащих, в Азербайджане 3600 воинов, в Грузии 4500, Узбекистан 2300, а всего за пределами мест постоянной дислокации находится 16700 воинов. Известие 1991 года. Такого еще не бывало в нашей драматической истории. В Швеции, судя по сообщениям местной прессы, готовится массовый побег сотрудников бывшего КГБ, КГБ, которая до сих пор трудится в советском посольстве в Стокгольме. Газета «Автонбладет» со ссылкой на радиограмму «Эхо дня» утверждает, что многие агенты КГБ в русском посольстве ведут в строжайшей тайне переговоры со службами безопасности Швеции, смысл которых сводится к следующему. Если нам, то есть им, будет предоставлено политическое убежище или, по крайней мере, вид на жительство, то они сбегут из посольства и раскроют все, что им известно о советской секретной службе и ее деятельности, в частности, в Швеции. Здравия вам всем желаю!